Тем временем в Усть-Каменогорске с первыми холодами назрел очередной угольный коллапс. Там выстраиваются длинные очереди из желающих запастись твердым топливом. В точках его продажи и столпотворения грузовиков люди возмущены дефицитом сырья. Ответственные жилицы были вынуждены ввести лимит на уголь, ограничив количество выдаваемых тонн в одни руки. Вот в чем причина нехватки топлива, выясняла Анна Есенбердина. Железнодорожный тупик на левом берегу в Усть-Каменогорске единственный, откуда берут уголь жители не только областного центра, но и всех районов по соседству. Курчум, как пикты, Улански. Как раз из последнего приехал сюда Асланбек Калелов. В очереди он уже третий день. Возмущается. Такая история повторяется здесь каждый год. Бестолку все. Слова говорим, а дело не делается. Это надо открывать вон на левом берегу еще. Есть тупики вон. Мостоотряд есть. Вот на линии есть повышенные тупики. Открывать надо. Я не знаю, почему так. Только в одно место выгружают. Монополисты, наверное. В надежде все-таки получить уголь ночуют в машине и другие водители. Правда, все больше. Безрезультатно. Теперь частникам и вовсе заявили. Установлен лимит на выдачу. Сутки переночевали здесь. Угля не дали. Сегодня вроде пообещали, но по три тонны. А три тонны – это очень мало. Не хватит протопить. Еще не знаем, загрузимся или нет. Ночевали в машине, чтобы машину охранять. Получателям социального угля везет чуть больше. В первую очередь отпускают пенсионерам и инвалидам. Но и то, если живут они в Усть-Каменогорске. В селах такие же пенсионеры остаются сейчас без угля. Возмущается еще один перевозчик Марат Айтуаров. Почему это пенсионеры в городе важнее сельских? Почему для сел тоже не ведут категорию социальный уголь? Там тоже живут люди, а нас в итоге называют просто частниками. Руководство точки продаж разъясняет. Дело не в них. За этот день, к примеру, им привезли всего чуть меньше 500 тонн твердого топлива. При вместимости склада в 3,5 тысяч тонн. Это очень плохо. Это знают и Аким области, и ЖКХ области, и Аким города. Каражера писала, что нет достаточного количества вагонов. А так как у них нет вагонов, соответственно, и к нам она не грузится. И вот она, цепочка эта тянется, тянется. В управлении ЖКХ отмечают, что в ближайшие дни в регион прибудут 23 вагона. Это 1600 тонн угля. Хватит ли этого или нет, пока неизвестно. Чиновники же убеждают, что основные поставки топлива уже завершились. И 97% жителей им обеспечены. Получается, что точки продаж сейчас штурмуют оставшиеся 3%? Не похоже. Анна Лисенбергович, Григорь Бабаканов, Усть-Каменогорск. Итоги дня. Между тем, в Казахстане добыча угля только сокращается. Согласно данным Бюро нацстатистики, если за первые 7 месяцев было извлечено из недр почти 63 миллиона тонн, то за аналогичный период прошлого года на полпроцента больше. И вроде бы снижение незначительное, но, как показывает статистика, это становится тенденцией. При этом экспорт угля напротив растет. В первом полугодии Казахстан отправил 16 миллионов тонн, что почти на 30% больше аналогичного периода 2020-го. Главные покупатели – Россия, Беларусь и Украина. Поставки осуществляют и в страны дальнего зарубежья, например, в Швейцарию, Великобританию и Турцию. По прогнозам Минэкологии, Казахстан полностью сможет отказаться от использования угля к 2060 году. На смену должны прийти другие источники энергии, в том числе и возобновляемые. Продолжение следует...